Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Ксенчак. Да, сейчас я еду в поезде. На Ласточке 4 часа нам ехать с Олегом до Москвы. Если в Новый год, как вы помните, по влогу мы ездили для того, чтобы немножко развеяться. Сейчас мы едем по делам. Как вы помните, некоторое время назад я проводила конкурс на самый интересный вопрос для Александра Васильева, историк моды. Вы прислали огромное количество интересных вопросов. И надеюсь, что сегодня я смогу их задать Александру Васильеву лично. Мы приезжаем в Виажнике. Виажнике. Мы наконец-то приехали. Ехали 4 часа, но не скажу, что очень было утомительно. Очень порадовали мужички и проводники, которые ходили в передничках. Такие забавные были. Еще знаете, мы когда из Нижнего выезжали, проходили контроль, досмотр, и одна женщина в сумочке несла собачку. Она подходит к полицейскому и спрашивает, А мне что, сумку с собачкой тоже класть? В общем, хотела тоже на сканер положить своего питомца. И мы сейчас поедим и отправимся в путь. Пойдем, кстати, пешком, потому что мы любим ходить пешком. И хоть чуть-чуть посмотрим на город. Вы знаете, мы вот идем, кстати, сейчас по Покровке. Как я сказала, мы идем пешком. Ну, и смотрим вот на людей, да. Есть такой стереотип, что в провинции одеваться не умеют, но вот в столице все очень модные. Вот, даже мне писали по поводу моего участия в модном приговоре, мол, как все печально в Нижнем, раз там такие фэшн-блогеры. Ну, вот я вам что скажу, мы идем. Все то же самое, люди одеты точно так же. Ну, разве что я увидела, может быть, на две плетеные сумочки побольше. Вот и все. Пока мы с вами идем, хочу рассказать вам историю, как пришел тот, этот счастливый день, что я приехала в Москву брать интервью Александра Васильева. Где-то в конце мая мне позвонили. Причем, знаете, у меня бывает такое, что если звонит незнакомый номер, я могу и не взять. Но тут я взяла, и мужчина представился, что он из команды Александра Васильева, и что они предлагают мне сотрудничество. Правда, мне перед этим, знаете, так немножко волнительно стало. Думаю, опять будут просить ролик удалить. Нет, ролик удалить не просили. Сказали, что хотят предложить сотрудничество, поездку в Москву. Мне была озвучена дата. Правда, это было 26 июня. У меня в июне вообще просто весь график был забит. Я должна была работать, преподавать. И, в общем, знаете, все как-то вот очень нервно складывалось. То есть мне надо было время освободить, договориться с женщиной, которой мы преподаем. Потом, так как они предложили, чтобы со мной поехал оператор, то есть надо было еще и Олегу тоже время подыскать. И получилось потом так, что Олега позвали в круиз. И даты все совпадают. Я, в общем, была вся на нервах. А потом еще и оказалось, что поездка не 26, а 30. Я надеюсь, что все хорошо пройдет. Не будет каких-либо проблем, сложностей. Но, конечно, конечно, немножко волнуюсь. Вы знаете, у нас обманул прогноз погоды. Я ожидала, что, согласно прогнозу, что в Москве будет плюс 23, плюс 20 градусов. Не очень жарко, что будет такой хороший летний ветерок. Но мы приехали, и тут как в Нижнем. Тут безумно жарко, 30 градусов где-то. Мы почти на месте и думаем, что сейчас заглянем в детский мир. После прогулки по детскому миру, где мы переждали дождь, мы с Олегом прошлись по Лубянке и Рождественке. А затем направились в отель «Совой», где встретились с организатором нашей поездки Денисом Мироновым. Наша речь пойдет о виртуальном интерактивном музее моды и стиле Александра Васильева, где может побывать каждый, не выходя из дома. На сайте Васильев онлайн уже есть несколько выставок, которые доступны для просмотра. У нас незапланированное мини-интервью получилось. Ну, я не часто рассмотрю. Как вас представить можно? Смотря для каких целей? Просто для подписчиков на ютубе. Для ваших подписчиков, да. Ну, наверное, самое лучшее меня представить в качестве продюсера проекта виртуального музея Музея моды, в основе которого лежит коллекция историко-мода Александра Васильевна. Ну, можно, наверное, еще сказать, что вы друг Александра Васильевна. Можно, конечно. Мне, кстати, интересно стало, мы сегодня все в головных уборах. Вы тоже тюбетейка эта, да, Нарвана? Вы знаете, я не знаю, как это называется. Очень похожая. У нас в Латвии есть большая приятельница, наш большой друг. Ее зовут Жанна Дубска. Она имидж-советник. И как-то она попросила меня провести аукцион ее личных, накопившихся за практическую деятельность вещей, но более ей ненужных. И вот мы с ней этот аукцион проводили. Собственно, я был в качестве ведущего этого аукциона. И одним из лотов была вот эта вот тюбетейка, скажем так, этот головной убор. Я не знаю, как он к ней попал, она тоже не знает. И я, когда его увидел, я решил, все, я его должен сам себе купить. В общем-то... Вы часто носите? Да, достаточно часто. Мы просто с Денисом, пока камера не была включена, немножко пообщались. На самом деле, очень интересно. Именно, наверное, у самого Александра, как бы, я не вижу смысла об этом спрашивать. Вот про то, как, например, перевозится экспонат. Вы же сказали, что ткани же, некоторые экспонаты буквально рассыпаются. Как это все перевозится? Экспонаты перевозятся в специальных кофрах. В специальных, созданных для этого ящиках. Они могут быть из разных материалов. Чаще всего это металл. И в этих же кофрах они хранятся. Основное хранилище находится в Европе. И, собственно говоря, основная коллекция там же находится. Когда собирается выставка, то примерно за неделю, 10-12 дней, в зависимости от объема выставки, все это перевозится в выставочное пространство. Кофры открываются. Тканям дают возможность наклониться кислородом. Они, естественно, расправляются. И после этого их начинают одевать на манекены. И собирать витрины. Особенностью выставок Александра Васильева является то, что каждая витрина представляет собой маленькую инсталляцию. То есть все предметы собираются под определенную идею. Она обязательно должна о чем-то рассказывать. Это не совсем музей, где разложены экспонаты и подписаны вот это то, вот это то, вот это то. Это маленькая инсталляция. Вот вы сказали, когда мы с вами тут разговаривали, что некоторые платья уже буквально на последнем издыхании. И то есть во многом благодаря им именно из-за этого была большая идея. Запущена эта идея, да. Оцифровать. Оцифровать экспонаты. Многим экспонатам более 200 лет. И это практически предел жизни многих тканей. Особенно если их вывозить, экспонировать, показывать. И поэтому оцифровка это единственный способ сохранить хотя бы образ и представление о том, что это такое. Потому что в коллекции Александра только оригинальные костюмы. Периодически иногда звучат идеи о том, что чуть ли не сам он все это шьет. Ничего подобного. Это все либо приобретено на аукционах, либо бывшие коллекции каких-то музеев. Например, Групплинский музей распродавал свою огромную коллекцию платьев. И очень много, что Александр Васильев там купил. Это подарки. Это подарки от частных людей. Это подарки от бывших дворян российских, их потомков, которым это особо не нужно. Маэстро появился незаметно. Поэтому нам с Денисом пришлось прервать беседу. Александр Васильев принимал подарки от поклонниц. Пополнение для его коллекции. Чуть позже состоялось интервью с Александром Васильевым. И небольшая фотосессия. А затем мы продолжили беседу с Денисом Мироновым о том, как создавался проект виртуального музея. Мне стало интересно, как команда проекта реализовала возможность просматривать экспонаты со всех сторон, как сейчас на экране. В итоге мы придумали пространство бесстеневое. И я могу сказать, что здесь удивительным образом мне помогла моя специальность медицинская. Я взял за основу хирургическую бесстеневую лампу. Есть такая бесстеневая лампа, которая пользуется во время хирургических операций. И дальше просто инженеры по этому принципу рассчитали. Мы поэкспериментировали, нашли нужную цветовую температуру. И, в общем, у нас получилось снимать объекты. То есть можно ли сказать, что это такое новшество? Ну, я бы сказал, что это новшество, которое просто создано из известных вещей, просто в новой компиляции. Потому что нам пришлось соединить совершенно несоединимые с точки зрения науки фотографии объективы, технику. То есть все делать не так, как это обычно делается. Поэтому, если мы это рассказываем профессиональным фотографам, мы говорим, что все неправильно. Мы можем сказать, какой результат. Ткань, она живет не более 300 лет. Ну, 200-300 лет. 200-300 лет. А уже что-то выкидывалось, много выкидывается ежегодно. Ну, в фонде Александра Васильевна стараются сохранить все, что возможно. И то, что уже нельзя выставить, просто идет на хранение. И в надежде либо это восстановить, либо просто уже сохранить столько, сколько сохранится. А как приходят идеи выставок? То есть это же надо тему создать, все продумать. Какие экспонаты туда отправить? Ну, вот то, о чем я вам и говорил. У Александра разработана специальная методика. По ней собирается каждая витрина, исходя из общего плана. Чтобы витрина каждая рассказывала о чем-то. А изначально тема как это Александр придумывается? Да, конечно. Он предлагает тему. И дальше идет изучение. Есть ли в фонде достаточное количество для этой темы, для того, чтобы ее показать. Как вы познакомились с Александром Васильевым? Я практикующий психолог. И естественно я интересуюсь всем, что связано с человеческой психологией. Ну и естественно внешность, одежда. Это способ коммуникации. Это способ передачи сигналов. Это способ показать свое положение в обществе. Свою роль, свою значимость. Ну это множество всяких вещей. И я периодически посещал лекции, которые читал Александр. Еще до того, как он стал вести модный переговор. И как-то я к нему подошел и спросил, что он думает по поводу того, что такое женский каблук. Он мне сказал, что это аксессуар. Ну а потом вспомнили цоколи венецианские, которые носили то, что подтапливалось немножко в пространство. А я ему говорю, ну ведь в природе кто выше, тот главнее. Женщины хотят быть главнее, поэтому одевают каблук. Ну и вот как-то так и состоялся у нас такой разговор. Ну и потом вот одна лекция, другая, третья. И как-то сложилось. Потому что он достаточно, просто я достаточно открытый вообще на человека. Вы говорили, что иногда ходите с Александром в обычной сбегаловке. Где можно увидеть... Да, да, да. Вы знаете, Александр очень прост. В своих перемещениях, в своих поездках его можно увидеть в троллейбусе в Петербурге. Его можно увидеть в междугородном ночном автобусе между Латой, Ригой и Вильнюсом. Его можно запросто увидеть идущим по городу из одного антикварного магазинчика в другой. Необязательно в сопровождении выездной школы. Просто по своим делам. То есть он в этом отношении достаточно легок, быстр. И если вот перекусить, ну понятно, всем очень любим вкусно покушать, зайти в хороший ресторанчик. Но если у нас, в общем, не так много времени, а хочется как-то немножко сердце подпитать, то хорошее бестро, вот в Лиге, если червать на бестро, не буду говорить название, чтобы мне давать рекламу, да? Значит, ну вот, куда можно зайти. У меня даже есть видео под съемки, мы с ним стоим с подносиком, набираем ребят. Удивительно, но очень многие наши друзья говорят, что мы с Иснойом похожи. Есть что-то, кстати. Да. Ну, мы оба курпулянтные, как он говорит, оба кругленькие, у меня тоже небольшая оборотка. Очки. Очки, да. Ну, это уже природа требуется, мы читаем в очках. Мы иногда совпадаем в внешнем виде. Вот я могу одеть, например, камею, он может поехать в камею. Или там оба идти в цилиндрах. Ну, не сговаривайся. А, вы тоже носите, я видел вашу фотографию на одноклассниках. Да, 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 я ношу. И у меня точно так же, у меня есть своя большая коллекция, я коллекционирую, я коллекционирую газеты, коллекционирую пластинки. У меня большая коллекция фотографий старинных, у меня большая коллекция тематическая, связанная с историей Ленинграда. Да, да, и с историей Космоса. Смотрите, еще одна черта похожая. Да, да, да. Коллекционирую. Да, а началось у меня все очень странно, сейчас будете смеяться. Однажды утром я проснулся, посмотрел вокруг и подумал, у меня уже скоро 40, а у меня до сих пор нет английского серебряного чайника 19-го века. Очень странная шла. Да, да, да. Я думаю, мы будем заканчивать. Конечно, конечно. За снимочкой. Спасибо большое. Пожалуйста. Попрощавшись с Маэстро, в 10 часов вечера мы отправились на вокзал, чтобы вернуться домой в Нижний Новгород. Вот и завершилось наше однодневное поездка в Москву. Я считаю, она прошла очень продуктивно. Мы, в принципе, реализовали все эти планы, которые у нас были. Ну, и самое главное, через несколько дней вы увидите интервью с Александром Васильевым. Поэтому обязательно следите за моим каналом, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ну и всем пока, обязательно ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok